Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра. Вы знаете, порой мне кажется, что мы, что наше поколение стало забывать очень простые, очень понятные и очень обыденные вещи, очень обыденные имена и очень обыденно, чтобы было все очень сильно понятно. И вот многие, когда вот в комментариях какие-нибудь олдфаги пишут там что-то по типу дополох или там еще что-то, вот многие абсолютно не понимают, к чему это было написано, типа а почему дополох, а почему вот Данил Герарагей, почему Ярослав Брулев пидорас, почему Вентура должен извиниться, почему Ися должен остановиться и многое-многое другое. Обо всем этом я вам расскажу в каких-нибудь следующих видеороликах, но на сегодня в принципе всем пока. Ну и ладно, вы уже знаете вот этот видеоблокерский, самповский вот этот пидорский прием, когда типа всем пока, а на самом деле видео еще идет. Ну конечно, блять, кто бы стал выпускать минутное видео, если там какой-то, не какой-нибудь Крипер там 2004 или наподобие-то. В общем, ладно, казалось бы, что достаточно обыденные вещи, которые простой, нормальный, адекватный человек должен знать как дважды два, как какую-то молитву, которую он себе прочитывает про себя, выходя из дома, дабы весь день было полнейшее благополучие. Если вы, ребят, знаете какие-то молитвы, я если что очень православный человек, я осуждаю всех грешников, каждую субботу и воскресенье хожу в церковь, потому что одного дня мне недостаточно. Вот, и поэтому я хожу, в принципе, везде, ну хоть куда, хоть как вообще и многое-многое другое, ну чтобы вы так, ну плюс-минус вообще как-то вот это вот все понимали. Вот, и вы знаете, то есть абсолютно обыденные вещи вот по типу дополох мы стали забывать, поэтому давайте сегодня я вам расскажу всю историю зарождения такого локального мема на моем канале, как дополох. Такого вы не увидите ни на одном канале в GTA Самп Ютубе, чтобы у меня была настолько сплоченная комьюнити токсичного уклада, потому что токсичный уклад он един. И вот един он именно вот в таких вот вещах, вот в дополох, в Вентура извинись, в Исе остановись и во всем, во всем этом. Если я вам хочу сказать, вы еще не смотрели эти легендарные, эти охуительные видеоролики про многих GTA Самп Ютуберов, там есть, ну практически все ваши ютуберы, то обязательно посмотрите перед тем, как смотреть вот это вот мое видео, потому что по-другому вы рискуете многого, вообще много чего вы в данном случае рискуете не понять вот из данных видеороликов. Хотя я все равно для новичков, для каких-то ньюфагов это все разжую там где-то в 6, в 7, возможно в 10 минут, попутно растягивая хронометраж разными такими, знаете, слуховыми, да и не только слуховыми приемчиками. Вообще, кто такой Дапа? Дапа это GTA Самп Ютубер, который прославился тем, что сливал какие-то сборки, иногда делал конфликтные видеоролики по типу разоблачений и всего прочего. Что могу сказать по поводу Дапа? В серьезных темах Дапа 0, ну как 0, минус 1, потому что у него очень инфантильное, очень детское восприятие всего окружающего мира и очень серьезных, казалось бы, вещей. Ну, для многих людей, казалось бы, это серьезных вещей, для Дапа ему так не кажется, ему кажется, что можно сморозить любую хуйню и люди в это поверят. Так было, допустим, с роликом про Луняш, так было со многим другим видеороликом. Сейчас я хочу вам уже сказать, что у нас с Дапа вроде как какое-то перемирие, договор о ненападении, ну, пока он не сделает какую-то хуйню, разумеется. Даже если я с другом, с человеком как-то дружу, как-то вот общаюсь, это не помешает мне сделать на него видеоролик в случае, если он сделает какую-то хуйню, то есть без проблем. Там Ангел Касада завтра, я не знаю, будет есть снюс, там, блевать и многое другое, скажу, Ангел Касада, блядь, ну, какого хуя, блядь, Эмпайр там какую-нибудь хуйню сделает, еще кто-нибудь, блядь, я не посмотрю, Андрюха Киевский тот же, я не посмотрю там на какие-то ситуации, на еще что-то, ну, друг и друг, ну, ладно. Ну, блядь, я, ну, допустим, вот давайте я вам приведу пример, ну, у вас вот сын наркоман, или дочь там наркоманка, или шлюха, вы что будете говорить? Ну да, ну да, ну типа там колет там, типа всем дает, ну а что такое, это ж моя дочь, что в этом такого, я не понимаю, ну а что, я что, должна его как-то от иглы уводить, стараться его вылечить, стараться ограничить все вот эти вот беспринципные половые связи у своей дочери там или еще у кого-то, да, то есть, ну, ну да, типа так и надо. А почему нет? Поэтому я всегда говорю открытой, какая-то дружба, какие-то дружеские отношения, в принципе, этому не помешают. Вот, разумеется, во многих, ну, не то чтобы в некоторых ситуациях я могу быть неправым, вот, допустим, наглядный пример, сам по обзору на Максима Кудрявцева, там я назвал Андрюха Укевского как-то очень плохо, не вникнув полностью в ситуацию. Он, разумеется, на меня очень сильно обиделся, сказал, мол, почему так, мол, надавил немного на дружбу, на то, что мы вроде как с ним общались, переписывались и многое другое, мол, то, что ты мог мне написать как-то там еще что-то сделать, вот, и многое другое. И вы знаете, если бы я не вник в данную ситуацию, мне было бы абсолютно похуй, ну, типа, Андрюха Кевский, ну, ладно, ну, типа, там, любой человек, не обязательно Андрюха Кевский, любой человек. Но я вникнул в ситуацию, я понял, что Андрюха Кевского так или иначе обманули, он доверился Максиму Кудрявцеву, его обманули. Я это понял, я извинился, но почему бы и нет? Если бы все было по-другому в ситуации с Андрюха Кевским, я бы ничего подобного не сделал. Так вот, ладно, давайте вернемся к истории видеороликов Дополох. Первый Дополох я выпустил, то есть, с рофловым названием, я вообще не думал, что ролик с таким названием может набрать столько просмотров, там уже около 4 тысяч просмотров для моего канала, для самповского сегмента. Это, в принципе, нормально, ну, это, блядь, хорошо, я бы даже так, это средний показатель, плюс-минус такой. Для вот именно такого критического контента и для всего прочего. Я такой подумал, ммм, надо ебашить сиквел, приквел и многое другое. И Дапо, он, как я уже сказал, в серьезных темах полнейший ноль. Он несет такую несуразную хуйню, что, ну, даже какой-то, я не знаю, пятиклассник, шестиклассник без инфантильности мог бы сказать намного лучше про ту или иную вещь. Вот каждый раз, когда Дапо говорил какую-то хуйню, когда там что-то вот такое подобное делал, я выпускал Дапо Лох. В последнее время Дапо подзабил на свой ютуб канал, именно поэтому ролики с названием Дапо Лох не выходили. А так как Дапо Лох уже стала такая крылатая фраза, ее начали очень многие так или иначе употреблять. И поэтому она вот стала таким мемом, таким локальным мемом на моем канале. Поэтому, если вы мало ли не знали, если вот так коротко резюмировать, то Дапо Лох это видеоролики, которые снимались, которые озвучивались, которые монтировались только потому, что Дапо нес какую-то хуйню, казалось бы, в серьезных видеороликах, в которых, в принципе, хуйню нести нельзя, когда ты разговариваешь на аудиторию, когда ты поднимаешь какие-то серьезные темы по типу критики, по типу там еще чего-то. Я не помню, про что были другие Дапо Лохи, я вот запомнил именно вот первый выпуск Дапо Лох, который был по поводу того, что он сказал, мол, вы не можете критиковать, потому что вы этим делом не занимаетесь. Допустим, если вам делают татуировку, вы попросили бабочку, вам набили свастику, то вы не имеете права это критиковать, потому что вы не занимаетесь набивом татуировок, и вы не можете сказать, как правильно, как неправильно. И вот многое-многое другое Исходя из всего-всего вот этого Того, что мы можем, в принципе, пронаблюдать Что мы можем, в принципе, увидеть Да и многое-многое вот другое Я уже знаю, что я заладил с этим многим-многим другим Просто этим словом, этим словосочетанием Этим предложением, блять Можно подытожить очень многое И многое-многое другое Ну, как вы уже могли понять Поэтому, ладно Если вы, мало ли, не знали, что за дополох Или что там за вентура, извинись То настоятельно рекомендую вам посмотреть Вот эти вот видеоролики Дабы быть в курсе всех событий Там специально даже плейлисты, по-моему, есть По типу, там, дополох Вентура, извинись, сися, остановись Там, и еще вроде что-то такое было Данил Герарагей еще был И, возможно, еще что-то Но я уже тут сейчас так не припомню Знаете ли, старческая память Она, так или иначе, стала достаточно уже Плохой, достаточно уже мало что может припомнить Достаточно мало чего может запомнить Да и, в принципе, достаточно сложно Стало запоминать вот многие Вот эти вот все моменты из всего этого Почему именно, кажется, мы стали забывать дополох И не там, вентура, извинись Или и си остановись Или еще что-то наподобие И того просто потому, что с Дапо Началась вся эта эпопея по видосам Там, в два слова По типу, вентура, там, извинись Дапо, лох Там, и си остановись Им вот Все, исходя из всего вот этого Именно с Дапо, лох Все началось Именно Дапо Породитель этой рубрики Тем, что он нес полную хуйню Вот А так, в принципе, Дапо Я посмотрю у него последние видеоролики Да и он говорит, что очень часто мои смотрит Поэтому, в принципе, я могу сказать, что Дапо, он, как и Николай Соболев В последних своих видеороликах Ну, плюс-минус Встал на путь истины На путь исправления от всего этого говна Которое у него там было Поэтому, если вы, мало ли, там, хотели посмотреть Дапо То смотрите его вот с недавнего времени Когда он после долгих пьянок, долгих загулок Долгих прогулок Вернулся таки на Ютуб И начал уже что-то снимать, что-то делать Потому что именно с этого момента Дапо стал по-настоящему как-то интересен По-настоящему объективен И по-настоящему он говорит, в принципе, нормальные вещи Вот, я сейчас задел нумпад Надеюсь, это не было слышно Как, в общем-то, и всегда В общем, ладно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Пишите Дапо-лох в комментарии Если досмотрели до этого момента Так я буду знать, что вы смотрите видеоролики до самого конца И так я буду знать, что я спиздил эту фишку у Ангела Касада Который спиздил ее, в свою очередь, у Дориан Корнета Хотя, возможно, он и не пиздил, возможно, ему просто кто-то подсказал И он это сделал Почему бы и нет? В общем, ладно Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok